Его надо заполнить. Чем вы кормите свой мозг? Вы же обращаете внимание на прыщи на лице, на болячки на теле, на боль в спине. Но главный вопрос – как вы ухаживаете за мозгом? Если вы никогда об этом не задумывались, то приготовьтесь. Вас ждет много открытий. Наш мозг – это удивительный орган. Он составляет всего лишь 2% общего веса человека, но при этом потребляет 20% энергии. Кстати, если кому интересно, примерно 12% уходит на переваривание пищи. Так что после плотного обеда можете смело говорить, что вы ударно поработали. Так вот, 20% энергии потребляется мозгом взрослого человека. Если говорить о ребенке, то его мозг жрет уже 40%. То есть на подумать нам требуется, грубо. 500 килокалорий в сутки. С каждым годом мы все лучше понимаем правила, по которым работает содержимое нашей черепной коробки. Те люди, которые сохранили нейропластичность, могут прямо сейчас войти в новую профессию дата-сайентиста. Помимо смены надоевшей работы, неплохо стимулирует уровень зарплат в этом деле. В онлайн-школе SkillFactory запустили новый курс «Профессия дата-сайентист». Он подходит как новичку, так и практикующим специалистам. Вы въедете во все важные инструменты – питон, статистика, машин-лёрнинг, дата-инжиниринг и познакомитесь с нейронными сетями. Сложно удержаться от сравнения с нашим мозгом. Обучение можно совмещать с работой. Прикрепленный наставник подскажет направление, SkillFactory поможет составить резюме, а самым крутым студентам еще работу предложит. В общем, прокачивай свою нейронную сеть под актуальные темы, переходи по ссылке в описании и не забудь промокод MYGAP, чтобы получить скидку в 50%. Раньше люди воспринимали мозг как орган, жестко поделенный на отделы, где каждый отдел выполняет строго свою функцию. Но оказалось, что мозг похож на густо разветвленную сеть нейронов, на переплетенную магистраль, по которой импульсы шныряют туда-сюда. Хотите посмотреть, как выглядит нейронная карта нашего мозга? Вот. Это результат проекта мирового масштаба, в котором построили коннектом мозга. Это как геном человека, только коннектом. Карта нейронных связей. И к удивлению, отдаленные участки мозга могут общаться между собой. Например, передняя часть мозга может связываться с задней. А чтобы получить вот такую картинку, потребовалось исследовать не 6 участков, и даже не 50, а целых 500. Вот именно в этих миллионах нитей, похожих на дороги, зашиты знания, восприятие, сама личность и, если будет угодно, душа. Проще говоря, это и есть ты. Затем оказалось, что ты можешь работать в трех режимах. Все твое состояние регулируют три сети. А первый ты догадываешься. Центральная исполнительная сеть возбуждается, когда мы потребляем информацию. То есть, если сейчас засунуть тебя в МРТ, то подсветятся эти области. Они же активны, когда мы сосредотачиваемся на определенной задаче. Написать текст, собрать деталь, подготовить отчет, посмотреть видео. И многие скажут. Так, а какие сети нам еще нужны? Появилась задача, мозг включился. А прилег отдохнуть, мозг отключился. И тут на сцену выходит сеть работы по умолчанию. Будем назвать ее дефолтная сеть. Это самое интересное. Дефолтная сеть активна, когда мы думаем ни о чем. Когда нас не увлекают внешние раздражители. В этот момент все события, произошедшие с нами, укладываются в картину мира. Это не просто архивирование событий и работа с памятью. Это определение, что хорошо, что плохо. Выработка эмоционального ответа на произошедший опыт. Формирование модели мира. И самое главное. Своего места в этом мире. Именно эта сеть дарит нам ответы, когда мы не ждали. В этом состоянии мы кричим Эврика. В этом состоянии мы креативно мыслим. Но в здоровом мозге не могут быть активны эти две сети одновременно. Когда активна одна, вторая замедляет свою работу. Координатором выступает третья сеть. Сеть значимости. Именно она определяет, насколько важна информация лично для вас. С эволюционной точки зрения, эта сеть подсказывала, что поможет нам выжить, а что потенциально опасно для жизни. А сейчас она еще подсказывает, какие видосики стоит смотреть, а какие скипнуть. Поэтому мы, блогеры на ютубе, бьемся над максимальным упрощением материала. Над красивой картинкой, заманивающей обложкой. Наш канал и условный Влад Бумага идут по одному пути упрощения и декораций. Чтобы ваша сеть значимости постоянно говорила исполнительной сети «Потребляй, потребляй, потребляй». Примитив и красота. Вот что требуется нашему мозгу. Поэтому так стрельнул ТикТок. Поэтому у него миллионы фанатов. Посмотрите сами. Вот на экране текст этого выпуска до конца. Вы можете нажать на паузу и прочитать полностью, сэкономив время. Но, конечно же, вы этого делать не будете. В этом наша природа. Наш мозг всегда выбирает, что проще. Вот, например, моя предложка Инстаграма. Сиськи, приколы, ТикТоки. Вот и весь мой внутренний мир. Наверное, лет уже как 70 цивилизация текста начала трансформацию в цивилизацию видео. Курпатов подобрал очень точное описание. Эпоха Гутенберга сменяется эпохой Цукерберга. И именно в этот период нам важнее всего понимать, как устроен наш мозг. И к огромному удивлению оказалось, что архитектура нейронных связей меняется с годами. В прошлом выпуске об отложенном взрослении мы говорили про роковую цифру в 25 лет. Если вы еще помните это, приготовьтесь. Сейчас будет еще одно вау. На экране вы видите математическую модель связности мозга. Этому мозгу примерно 7,5 лет. Его сети, исполнительная, значимости и дефолтная, разбросаны анатомически. То есть такая структура установлена природой. Как видите, элементы дефолтной системы слабо связаны друг с другом. Еще бы. Какая в это время у ребенка рефлексия, модель мира и вот это вот все. Но с годами меняется сама архитектура нейронных сетей. Структура укрепляется в целях эффективной работы, даже если элементы находятся в разных участках мозга. Можете сами сравнить. До и после. Иными словами, молодой человек не просто получает знания о мире. Молодой человек программирует свой мозг. И вот проблема. Мы живем в гиперинформационной среде, где каждую свободную минуту скроллим ленту новостей, сообщений или видосиков. И когда активируется исполнительная сеть, подавляется дефолтная. И если человек постоянно потребляет контент, то энергия для мышления просто не поступает. То есть мозг впадает в спячку. Люди, которые не вытыкают взгляд из телефона, редко включают голову, мыслят стереотипно, шаблонно и не развиваются. Вместо открытий и изменений все время поглощают мемы. Да и вся повестка дня выстраивается вокруг мемасов. Люди уже не просто орут с мемасов. Они ими мыслят. И это при том, что 90% энергии мозг тратит как раз на дефолтную сеть. Как на конструирующую саму личность. Но когда после работы или учебы, где хозяйствует исполнительная сеть, мы как бы отдыхаем в телефоне, в результате мы просто атрофируем свой сервер мышления, который до 25 лет еще находится в стадии формирования и особо пластичен. Ни для кого не секрет, что в онлайне мы пребываем большую часть своего времени. По разным данным, около 7 часов в день. Хотя в опросе участвовала очень широкая группа лиц, от 16 до 64. Так что уверен, если сузить хотя бы до 40 лет, то спокойно выйдем часов на 10. А если замерить приложениями, а не просто опрашивать, то и того больше. Притом все юзеры сталкиваются с одной общей проблемой. Концентрацией внимания. Ведь мы проверяем свой смартфон каждые 12 минут. И вот тут возникает конфликт с нашей природой. Дело в том, чтобы полностью погрузиться в задачу, после того, как мы отвлеклись, нам требуется 23 минуты. 1395 секунд, если быть точным. 1395 секунд, чтобы поймать рабочую волну. Понятно, что в реальности мы продолжим работу сразу же после отвлечения. Но вот за такой рваный режим расплачивается наша нервная система. Мы страдаем от большого стресса и неудовлетворенности качества работы. Учитывая, что каждые 12 минут мы отвлекаемся в телефон, а для вхождения в рабочий ритм задания требуется 23, то каждый раз мы причиняем боль сами себе. В целом, очень много исследований указывает на то, что чрезмерное использование смартфонов оказывает негативное влияние на юзеров. Повышенный уровень стресса, пониженная самооценка – это самые упоминаемые признаки в литературе. Более того, частоту залипания связывают со степенью тяжести депрессии и социальной тревожности. Некоторые работы даже указывают точные цифры. Вот здесь, если человек проводит больше двух с половиной часов в телефоне, то у него резко возрастают депрессивные мысли и суицидальные наклонности. Японское же исследование говорит, что переживать стоит после пяти часов в день. Но в целом, практически все работы основаны на опросах. А в данном деле, это не очень релевантный источник. Ну, к примеру, депрессия – это очень серьезный диагноз, который ставит врач-психиатр. А кто из вас скажет, что у него никогда не было чувства несчастья, бессмысленности бытия и ощущения, что вас не ценят? Но с другой стороны, обилие результатов таких исследований игнорировать неправильно. Это лишь основание для будущих работ. А вот следующее – израильское, куда более интересное. Сделали следующее. Взяли две группы – заядлых юзеров смартфонов и тех, кто ими никогда не пользовался. Где они нашли этих динозавров – загадка. И помимо опросов, проверяли заданиями и скринили активность мозга на энцефалограмме. У активных юзеров смартфонов обнаружились выраженные признаки SDVG. И они в целом были более импульсивны и менее внимательны. Но самое главное, что когда не юзеров дали в пользование телефоны, то уже через три месяца их способности к вычислениям упали. Но зато появилась невнимательность и опасения по поводу социального одобрения. Ну, как можно спокойно жить, смотря на идеальную жизнь красивых людей в инстаграме? Хочешь не хочешь, впадешь в уныние, когда у них так... А у тебя штаны обосраны. И это произошло всего лишь за три месяца юзанья телефона. А люди уж точно не залипали в нем 24 на 7. Остается вопрос открытым. Насколько влияет мобилка на архитектуру мозга при многолетнем использовании? О чем, кстати, пишут в этой работе. Активные пользователи смартфонов также проявляли повышенную импульсивность, нарушение функций внимания, которые коррелировали с аномальной передачей сигналов между полушариями и сниженной возбудимостью префронтальных нейронов. Именно там, где находится большая часть нашей дефолтной сети, которая, по всей видимости, дремлет. Люди с деградированной дефолтной сетью не только испытывают сложности с обработкой своего прошлого опыта, но и разработкой сценариев своего будущего. У них проблемы с мотивацией, в лучшем случае они ждут видосика о саморазвитии. Но почему-то это саморазвитие так и не наступает. Шокирующим фактом оказалось то, что простое наличие смартфона рядом снижает когнитивные способности. 520 студентам выдали одинаковые задания. Разница состояла лишь в том, что одни положили телефон на парту перед собой, вторые положили в сумку, а третьи оставили в другой комнате. Оказалось, что наличие телефона рядом сильно уменьшает нашу оперативную память и подвижный интеллект. Люди глупеют, когда телефон находится рядом. Объясняется это следующим образом. Представьте, у нас есть условная максимальная мощность для решения задачи. Но если наше внимание постоянно перетягивается на что-то иное, то, естественно, увеличится процент ошибок, а мы начнем тормозить процесс. Если телефон находится в поле зрения, он постоянно сигналит нам, зайди в соцсеть, расслабься, брось ты это дело. И даже если вы этого не делаете, сигналы-то поступают, и вы тратите усилия, чтобы не сорваться. Получается, чем сильнее вы в принципе зависите от телефона, тем сильнее он на вас влияет. Или более оптимистично. Чем сильнее вы зависите от телефона, тем сильнее вы можете улучшить возможности своего мозга. Кстати, именно поэтому мы испытываем фантомные вибрации, когда нам кажется, что кто-то написал. Слишком глубоко телефон слился с нашей жизнью, что аж 89% людей сталкивались с таким эффектом. Исследователи советуют относить телефон в другую комнату, чтобы повысить свои когнитивные показатели. Ведь даже если он выключен, даже если вы перевернули экраном вниз, само его присутствие будет вас тормозить. Цифровой аутизм. Такой термин предлагает Курпатов. Именно на основе его лекции был сделан этот выпуск. Ссылка на оригинал и материалы, как обычно, в описании. Цифровой аутизм – это неспособность концентрировать внимание не только на задачах, но и неспособность поддерживать длительный психологический контакт с человеком, когда появляется ощущение, что человека можно легко заменить. Вспомните себя. Как часто на свидании вы выбираете телефон? И теперь мой обывательский вывод, который я не вычитывал в исследованиях. Если дефолтная сеть ответственна за самоидентификацию, за построение модели мира, за обработку прошлого и прогнозы будущего, а гипернагрузка исполнительной сети угнетает дефолтную, то когда человек остается наедине с самим собой, он чувствует тревожность, страх и бесперспективность. Ему просто некомфортно находиться в этом мире. Потому что дефолтная система не успела построить личную структуру его мира. Поэтому он ищет способы усыпить дефолтную сеть и нагрузить исполнительную, вколов еще одну дозу информационного наркотика. Важно понять одно. Когда нам кажется, что мы ничего не делаем, наш мозг работает. Активность дефолтной сети поддерживается, когда мы спим и думаем ни о чем. В этот момент дефолтная сеть строит нашу версию мира. Что можно сделать, чтобы улучшить работу трех мозговых сетей? Медитация помогает сети значимости. Проще говоря, медитация помогает нам осознанно выбирать между важным и неважным, и не подвергаться веянью трендов. Правила цифровой гигиены, как, например, убрать телефон подальше на время работы, благоприятно сказываются на исполнительной сети. А социальные контакты и связи поддерживают нашу дефолтную сеть. От себя добавил бы следующее. Когда вы куда-то идете или едете, не обязательно всегда включать музыку. Иногда нам просто необходимо побыть наедине с самим собой. Ведь если этого не делать, то в конечном счете нам станет противен наш внутренний голос. Остановите это видео прямо сейчас. Да, я не шучу, хватит потреблять информацию. Посидите 10 минут в тишине и следите за своими мыслями. Если будет некомфортно, вам есть над чем работать. А мы благодарим YouTube спонсоров и патронов нашего ордена за поддержку таких выпусков. Мы говорим спасибо гепникам, героям, консулам, верховным магистрам, Давиду Большову и Уи Лайк. Надеюсь, это видео станет последним. Ну, хотя бы на 10 минут. Субтитры сделал DimaTorzok